Больницы в Сирии, расположенные в городах, контроль над которыми пытается восстановить правительственная армия, регулярно становятся объектами бомбардировок. В феврале этого года по детской больнице в городе Азаз на севере от Алеппо было выпущено 5 ракет. Погибли 14 гражданских лиц. Усама Абу Алес – хирург, работавший в больнице района Сахур в Алеппо. Этот район города удерживают повстанцы, воюющие против правительства Башара Асада. Наша больница подверглась бомбардировке в феврале 2014-го. С воздуха в здание была запущена ракета. Тем летом больницу бомбили еще шесть раз бочковыми бомбами с мая по август. Часть здания получила значительные повреждения. Работать в нем было уже невозможно. И чтобы продолжить прием пациентов, нам пришлось устроить новую больницу под землей. Еще одна алепская больница – Аль-Кутс, которую поддерживали врачи без границ. 27 апреля на нее были сброшены бомбы, предположительно самолетами сирийской армии. Погибли пациенты и врачи. Всего 14 человек. В том числе последний в этом районе педиатр – доктор Мухаммед Вазим Муаз. Координатор врачей без границ Сэм Тейлор считает, что удары по больницам наносятся намеренно. Мы не можем понять, почему это происходит, но по больницам регулярно наносятся удары в два захода. И цель – это, очевидно, сравнять их с землей. Я никогда в жизни не сталкивался с подобной ситуацией. Больницы стали настолько очевидной мишенью, что местное население просто отказывается в них обращаться. Символ общества Красного Креста, всегда считавшийся знаком помощи и спасения, теперь ассоциируется с мишенью для авиабомб. 40 человек стали жертвами атаки на одну из больниц врачей без границ в афганском городе Кундузе. По заверениям американской армии, это была их досадная ошибка. Но в эту версию не очень-то верят представители врачей без границ. По больнице систематически неоднократно наносились удары в течение часа. В то же время ни одно здание рядом не пострадало, так что сомнений в том, что целились именно в больницу, у нас нет. Всего в течение последних полутора лет по лечебным учреждениям, которые в этом регионе поддерживает гуманитарная организация «Врачи без границ», было нанесено более 80 ударов. Погибли более 100 пациентов и врачей. В целом, только в Сирии за последние пять лет в результате бомбоударов по больницам погибли около 740 медицинских работников.